Российские оккупанты безуспешно пытаются атаковать украинские позиции на Лиманском направлении. Многочисленные штурмы украинским защитникам помогают отбивать танки, служащие здесь оборонительным оружием. Огонь по противнику танкисты ведут из скрытых локаций. Один из экипажей работает вблизи позиций, которые защищают 100-я Волынская бригада теробороны. Работают прямой наводкой по противнику, находящемуся всего в нескольких сотнях метров. Наш танк выезжал на переднюю линию обороны, произвел три выстрела прямой наводкой по опорному пункту противника и вернулся обратно на свою позицию. Победа за нами. Михаилу 53, он командир танка. В армии отслужил 21 год. На войне с первых дней полномасштабного вторжения России. Злость была самым большим толчком пойти и отомстить им за все, что они нам сделали. Я служил в трошки в меньшей специальности. Я не служил в танковых войсках. Служил по другой специальности. А в танковые войска попал после распределения. Адреналин там зашкаливает, можно сказать так. Большое желание попасть и радость от того. Механик-водитель Вадим еще во время АТО воевал на советском танке Т-64. Сейчас на более новом Т-72. Мечтает попробовать себя и на западных образцах бронированной техники. Я бы очень хотел выучиться на Абрамсе или Леопарде. Было бы очень интересно поездить, повоевать. Это как Жигули и Мерседес. Это Жигули, а Леопард – это Мерседес. Все там на кнопочках, телевизорах, камерах. Все для удобства механика, наводчика. На вооружении российских оккупантов те же самые советские танки. Они хоть и старые, но довольно точные и смертоносные. Украинские защитники пытаются эффективно отработать по целям и максимально быстро покинуть позицию. Это для меня самое главное. Выехал, выстрелил, ничего не думаешь, только отработать как надо и вернуться назад. Если ты не боишься, это уже подозрительно. Адреналин, страх – это бывает на каждом выезде. Самое большое желание – вернуться домой живым-здоровым, обнять отца и съездить на могилу матери. Подразделения Волынской бригады теробороны уже более полугода выполняют боевые задачи на востоке Украины. Несмотря на усиливающееся давление со стороны противника, в последние дни наши воины успешно держат линию обороны. Денис Филюк для телеканала «Фридом».